Всем привет! Был обычный солнечный летний день. На самом деле это были последние дни июля. Как это вообще произошло? Сделала и думала, в какой момент я научилась рисовать стрелки. В какой момент я научилась делать сложные образы. Не за два часа, а за 20 минут. Эти вопросы крутились у меня в голове. В какой момент? Возможно, это накопленный опыт за годы и бытия бьюти-блогера. Возможно, рубрика бьюти-лайфхаков сыграла свою роль. Или же это был он. Поехали, детка геймер. Паунчика, пау-пау. Слышь, пацан, или может не пацан. Я монтирую вставку для видео, и все у меня хорошо. Листаю тикток. В моем тиктоке вы видели что? И тут внезапно у меня появляется мемасик про ютуб. Как тикток узнал, что я сейчас монтирую видео на ютуб? Как это произошло? У иллюмината глаз в форме нуля. И ничем хорошим приход иллюминатов не обернется. Тикток и его короткие видео-уроки. Зашла в тикток, сломалась на 2 часа. И вот что я поняла. Что, скорее всего, в становлении моего умения макияж делать, что повлияло именно тикток. Если вы поняли эту странную сумму, то я не знаю, вы или гений, или чертов псих. Сегодня я хочу попробовать сделать весь макияж только по урокам из тиктока. И посмотреть, насколько реально научиться делать макияж по тем видео, которые нам показывают. Я буду смотреть видео из серии, как девочка красит брови. И если она будет показывать, что она брови красит поэтапно, я буду делать эти этапы. Но если она покажет из серии, я здесь нарисовала черту, я здесь нарисовала черту, и у меня получилась идеальная бровь, но не монобровь, то мы тоже будем так делать. Потому что мы будем прямо повторять то, что нам будут говорить в тиктоке. И посмотрим, получится или нет. И заодно можно проверить, насколько реально всему этому научиться. Или все-таки терпение, труд, рога все перетрут. Заодно увидим, какой будет макияж в итоге, потому что там может быть какая-то несвязная дичь. Но так даже интереснее. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайся на мой канал. Тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Ну и жесть мне выпала, ну и жесть мне выпала. Меня пугает то, что я увидела в числе самых первых туториалов. Ну ладно, это будем это делать. Ну, она начинает с того, что начинает рисовать какую-то странную схему. С помощью вот такой вот кисти для бровей. А где кисть? А если найду? Кисть. Кладываем кисть сюда. Находим свою идеальную линию. Вот ровно. И да, мои брови начинаются четко оттуда, откуда должны начинаться. Прорисовываем чего-то там. Не поняла, что, но она вроде делала так. Охля. Теперь находим конечную точку брови, проходя через центр глаза. То есть, что? Что-то самая верхняя точка брови? Тогда в этом есть логика. Потом как-то из того, вот то, что мы вот здесь вот отметили, получается вот это. Конец брови нам не показали, но давайте сведем эти точки воедино. Я не уверена, что так должно быть, но мне никто ничего не объяснил. В этом и смысл. Как это должна понять? Считаю, что брови мы повторили просто идеально. Это именно то, что нам показывали в тектаке. Берем контуринг, хреночем себе на середину носа его. Да я реально как будто из зада вышла. Из зада. Рисуем какую-то невменяемую дичь дубль 2. Больше консилера богу консилера. Молчаливо закрашиваю остальную часть моего лица. Раньше мое лицо выглядело иначе. Сколько ты хочешь контуринга? А, это все. На этом видео закончилось. Хоть я и обещала, что я не буду продолжать дальше, но я думаю, все-таки, даже в самом маленьком, очевидно, что, наверное, это должно было быть растушевано. Но что делать с бровями? Я не знаю. Я не знаю, как поступить в этой ситуации. У меня излом. Простите, излом. Хлебная жаба. Хлебная жаба. А че, че здесь происходит? А, ничего не происходит. Просто лицо в шоке от того, что мы консилером это захреначили. Я вообще умею растушевывать. Так, я думала до этого момента. Видео только началось, а я уже поняла, что везде обман. Все-таки на ютубе такой дичи вы не встретите. Самый опасный дичь на ютубе из сферы бьюти, это мой канал. Пожалуй, тон я сделаю самостоятельно. Давайте поищем туториал по бровям. Так, первый видос по бровям. Ладно, зато я стала сильнее, зато я стала лучше. Путем этих исканий я поняла, что не все так просто в этом мире. Не все так справедливо. Если вы хотите, чтобы я сняла видео о том, как научиться краситься для новичинающих с нуля, или для тех, кто хотел бы просто посмотреть такое видео, напишите об этом в комментарии. Поставьте, пожалуйста, лайк. Берем средство для бровей. Зачесываем брови наверх. Приглаживаем назад. А что изменилось? Здравствуйте. Мораль, если ты не та девочка, то если ты сделаешь как та девочка, те брови у тебя не будут, потому что она, это она. А ты, это ты. Я уже ни на что не надеюсь, но, возможно, макияж глаз век втащит. Первые глаза, которые у меня выпали, выглядят так. Каковы шансы, что получится? Здесь нужен желтый, оранжевый, зеленый, розовый и сиреневый. Это явно не эта палетка. Это явно не эта палетка. Нет, тут не все цвета. О! Блин, ну эта палетка такая себе. Наносим базу. Кистью растушевываем. Кстати, ребят, недавно я приняла участие на канале Мэйбелли. На них вышел новый челлендж. Обязательно посмотрите, потому что я являюсь лидером одной из команд этого челленджа. И там вы найдете очень много ваших любимых блогеров. Например, со мной в одной команде Кати Клэк, противоположной компании есть Настя Коша, другие популярные лайкеры и тиктокеры. Так что обязательно зацените этот челлендж и помогите команде Пчелобав. Вот это па-па-па-оборот, где есть я, и, между прочим, я капитан, победить. Потому что, что мы должны с вами сделать? Мы должны сделать с вами победу, потому что... Знаете почему? Почему? Что? Победа. Подписывайтесь на канал Мэйбелли, ну и приходите по ссылке, которую вы найдете в описании. Наносим ядро на зеленый. Для этого я намешаю эти два оттенка. Сюда. На него прям добавляем оранжевый. И тянем этот оранжевый до конца зрачка. Это же зрачок называется. Добавляем ядреный розовый и дотягиваем до конца века. И теперь добавляем сиреневый. Ну, как-то так пока что. Ватной палочкой отрисовываем форму. Все лишнее счищая. Отличное сочетание с бровями. Мэч. Закрашиваем плотной кистью все лишнее, чистим глаза. Внезапно, но очень доступный туториал. Согласитесь, что это выглядит очень неплохо. В отличие от бровей. Рисуем длинную стрелку. Я встала перед моральной дилеммой. Рисовать стрелку так, как нарисовано у нее, это вообще не по форме моего глаза. Но по форме моего глаза уже не получится, потому что здесь уже вот это вот безобразие. Поэтому я постараюсь сохранить эту стрелку, но при этом и сохранить, так сказать, свои уникальные черты, чтобы она не выглядела настолько убого. Когда у тебя нависшее веко и выглядит оно вот так, такие штуки рисовать практически нереально. Но я постараюсь. Потому что сам по себе творил вот этой штуки, он неплохой. Глиттерной подводкой обводим вот это вот морокобесие. На самом деле это круто выглядит. Но опять-таки из-за того, что у меня глаза весьма специфичные, я это просто обведу белой подводкой. Мне даже нравится, что эта белая подводка каким-то образом слилась с тенями и получилось вот это. На нижнем веке дублируем все те же самые цвета, что были здесь. Выглядит просто. Главное помнить очередность. Ресницы. После прекрасного контуринга, после прекрасных бровей, это даже не выглядит настолько плохо. Это даже выглядит неплохо. Это даже выглядит хорошо. А? Посмотрим, что еще предложит нам ТикТок. Вау! Попался классный урок по губам. Честно, мне даже кажется, что он будет здоровский. Берем консилер и закрашиваем наши губы. Зашовываем. Помадой закрашиваем вот эту всю зону полностью. Просто шовываем кистью. Даже так получается красиво. Явно это не под этот макияж, но вопрос-то не в этом. Берем более светлый похожий оттенок. Блин, зацените эти губы. Они получились очень нежные. И очень красивые. С другим макияжем вообще было бы шикарно. Они были неплохие, и губы тоже неплохо получились, даже несмотря ни на что. Давайте глянем какой-нибудь контринг и румяно-хойлайтер. Ну, это было не то, чтобы мало, но это не совсем правильно. Так вообще-то не надо делать. Если вы делаете контринг так, у вас не на том уровне получается линия контринга, и вы просто рисуете себе грязь, но ТикТок так сказал, я сделаю. Подождите, я возьму контринг, и я все сделаю. Возможно, это выглядит не так плохо, как это звучало изначально, особенно на фоне вот этого. Это было непросто. Я погрязла в ТикТоке. Но это был все равно еще не ДипТок, поэтому все нормально. Но, мягко говоря, на Ютубе уроки поинформативнее. Наверное, учиться по ТикТоку, ну, можно, но, наверное, это не так просто. А вы что думаете? Почему мне вот это вот попадать в реках? Да-да, я тоже поставлю себе этот флаг. Продолжение следует...